Северное управление Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии приступило к изучению популяции нельмы в Печоре. Специалисты уже несколько дней проводят анализ. В верховьях реки большая вода пока не позволяет поймать нужного количества рыбы, но ученые пробудут на Печоре вплоть до сентября. Надежда Качегова о первых результатах исследовательской работы. На первый взгляд это похоже на обычную рыбалку. Трое в лодке тащат вставную сеть, а пойманные хвосты аккуратно складывают в мешок. Только сегодняшний улов совсем не предназначен для будущего обеда. Эта квота – научная, и каждая выловленная особь – ценный исследовательский образец. Белую, так, щуки, окуни. Нельма была? Нельма нет, не побывает. Вода большая, наверное, берегов не видно. Вода спадет, потом может быть. Алексей Артеев – местный рыбак. Вместе со своим товарищем помогают архангельским ученым вылавливать рыбу. Выезжают на реку дважды в день, утром и вечером. Ловят двумя способами – вставной сетью и сплавками. Результат пока хваста царана. Всего пока один экземпляр, ну и всего лишь два полноценных дня работы, даже, я бы сказал, полтора. Вот, ну, немного, но что-то есть. Наша задача – это собрать материал по Печорской Нельме. Данный вид в Красной книге находится, но, судя по нашим многолетним исследованиям, в принципе, численность ее уже восстановилась, поэтому нет смысла находиться ей там дальше. И для того, чтобы корректно сделать научное обоснование, необходимо собрать биоматериал. Ее давно надо убрать в Красной книге. Она же хищная рыба. Она же истребляет сеговую породу, истребляет. Ряпушку. Когда рыбачим попадает часто, больше ее стало. Валерий Христолюбов – рыбак с большим стажем. Говорит, исключить Нельму из краснокнижного списка планировали давно. Однако, от слов к делу все не переходили. Тогда как местные рыбаки уже много лет рискуют попасть под уголовную статью. В судебной практике нашего региона такие дела встречаются нередко. И заканчиваются они порой не только большими штрафами, но и реальными сроками. В этом году к практическому решению этого вопроса подошел уже Северный полярный институт. В этом году они начали уже работать в верховьях реки Печора. Как это будет на самом деле, это только скажет наука. Можно ее ловить, можно ее из Красной книги выбрать или нельзя. То есть мы этого сказать не можем. Поэтому приглашены сотрудники этого института. Самое интересное в процессе исследования происходит вовсе не на реке. На научном судне вся пойманная рыба подвергается биоанализу. Специалистам института важны вес, размер, стадия зрелости, жирности и пол. Нельма ученым в этот день не попалась, поэтому показывают на других видах. Начинают с езя. Мы берем чешую на возраст, заворачиваем в специально подготовленную чешуйную книжку. А дальше уже непосредственно грязная работа. Так, смотрим, что это самец. Как вы это определили? Вот гонада, самец. Он, в принципе, недавно от неерестился, поэтому тут нет молок. Кстати, в желудочно-кишечном тракте этого экземпляра Алексей также обнаружил ленточных червей. Научный сотрудник уверяет, что паразиты в печорской рыбе далеко не редкость. Их много и в сегловых породах, и в семге. Но немного напугав этой информацией, эксперт тут же нас успокоил. Как говорят ученые-гельминтологи, в принципе, для опасных, для человека паразитов в печоре, наверное, все-таки нет. Или, по крайней мере, они не попадались. Но я рисковать, конечно, не рекомендую. Делать какие-то выводы на начальной стадии исследования ученые пока не берутся. Но многолетние наблюдения показывают, что нельмы в печоре более чем достаточно. И в такой серьезной защите, как краснокнижный вид, она не нуждается. В районе Тошвицке ученые только приступили к своим исследованиям. В течение всего августа группа продолжит работать в республике Коми. Ну а затем отправится в низове реки, чтобы в печорской губе продолжить исследование численности нельмы. Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал Север.